Здравствуйте! В эфире новости на Саха-24 в студии Юлия Великодная. Правительство Якутии поддержало законопроект о развитии детского общественного движения. Проект закона будет внесен на рассмотрение депутатов Илтумен. Основные задачи развития детского общественного движения в республике – это создание условий для становления личности ребенка, его талантов и способностей, совершенствование законодательства. Отметим, что детское движение объединяет сегодня 760 детских общественных объединений, участниками которого являются почти 80 тысяч детей и подростков. Это составляет 58% от числа детского населения республики с 8 до 18 лет. Закон определяет основные позиции государственной поддержки детских общественных организаций, определяет, как будут действовать органы местного управления, насколько сегодня активно будут работать наши образовательные организации. И, конечно же, закон сегодня нацелен на то, чтобы с нашими детьми работали подготовленные кадры. И есть определенная статья именно подготовки квалифицированных хороших специалистов для работы именно в общественных объединениях. Общественность региона широко отмечает 120-летие выдающегося сына Якутии, видного государственного политического деятеля Максима Амосова. С его именем связано становление государственности Якутии. Также он положил фундамент развития всех отраслей жизни, науки, образования, культуры, кооперации и промышленности. В этом юбилейном году в родном намском Улусе открыли памятник Максиму Кировичу, реконструирована площадь, отремонтированы дороги, вышли в печать четыре книги. Сегодня в честь знаменательного события состоялось торжественное мероприятие с участием членов правительства, народных депутатов, постоянного представителя Якутии в Москве и родного внука Максима Амосова. У меня как для потомка прямого, для внука, это очень важно, видеть и знать, как любит и ценит Максим Кирович. Мы благодарны, наша семья, благодарны Якутии, якутскому народу, якутскому руководству за то, что хорошо хранят память о нашем великом предке, о моем великом дедушке. 22 декабря – один из самых коротких световых дней в году. Именно сегодня свой профессиональный праздник отмечают все энергетики страны. В сложных природно-климатических условиях работают специалисты Якутии. Сегодня в торжественном вечере наградили лучших работников отрасли. Примечательно, что в этом году исполнилось 55 лет со дня создания компании Якутскенерго, а также была введена в эксплуатацию ГРЭС-2. Благодаря самоотверженному упорному труду энергетиков, республика обеспечена надежным и бесперебойным теплом и электричеством. Сейчас на территории Якутской ГРЭС строят пиковую водогрейную котельную. Объект обеспечит качественную поставку тепла и горячей воды. Сейчас Якутская ГРЭС-1 привязана к отпуску тепловой энергии потребителям. Когда мы построим пиковую водогрейную котельную, привязки этой не будет. И будет максимум эффективности с минимумом расхода газового топлива. В 2018 году системный оператор единой энергетической системы войдет в зону управления и начнет управлять режимом. И нам нужно научиться работать с этим. Школы Якутска переполнены. Предварительно в следующем году в первый класс пойдут 5000 детей. Тогда как школу закончат 2000 выпускников. Какое решение предлагают власти города, расскажет Марьяна Кутукова. Сегодня в 17-й школе более 60 первоклассников учатся вне школы. Ученикам двух дополнительных классов в центре города приходится ездить в район залога. Несмотря на то, что ситуацию хоть как-то решили, родители намерены добиваться того, чтобы их дети учились в своей школе. Мы живем по соседству, в соседнем доме буквально, во дворе школы. И не можем ходить в школу и ходим в третью школу, которая находится на Дежнево. Это очень неудобно, тяжело, детям трудно, очень холодно в школе. В этом учебном году в Якутске обучаются более 42 тысяч детей. Это в два раза превышает нормативы. Дети учатся в переполненных классах, либо не в своей школе по прописке. В начале следующего года уже начнется формирование первых классов. И ситуация не меняется. Мест снова не хватает. В целом у нас есть план, дорожная карта, согласно которой мы к 2025 году должны построить свыше 35 школ и создать свыше 20 тысяч мест. Планы планами, но проблему нехватки мест уже в следующем году это не решит. Поэтому участники круглого стола пришли к единому мнению. Нужно арендовать помещение в центре города под школу для начальных классов. В принципе, республика готова такой вариант рассмотреть для снятия напряжения именно на первые два года. А пока мы строим и проектируем другие школы. Такой вариант поддержали и власти, и родители. Идея будет реализована при условии того, что помещение все-таки найдется и будет известна цена аренды. Все эти вопросы нужно решить за оставшиеся 9 месяцев. И, возможно, наши герои пойдут во второй класс уже в новую начальную школу, которая будет находиться в шаговой доступности от дома. Марьяна Кутукова, Евгений Рязанский, Владимир Павлов, НВК САХА, Якутск. В черте Якутска с сегодняшнего дня разрешен проезд на еще двух ледовых переправах. Однако, несмотря на благоустроенные автозимники, водители продолжают несанкционированные выезды на лед. С подробностями Виталий Абрамов. Вы знаете, что по озеру ездить нельзя? Да, да, да. Все предупредили. Вы знаете, да? Знаки видели, что там запрещено? И, несмотря на предупреждающие знаки, наши автолюбители продолжают ездить по запрещенным местам. Сегодня межведомственная группа работает внутри города, а именно у озера Сергалях. Спасатели отмечают, что подобных мест в Якутске около пяти. И ежегодно короткие, но опасные пути пробивают сами автомобилисты. Все водные объекты замерзают неравномерно, поэтому в одном месте будет, например, толщина льда соответствовать безопасному проезду. Но в одном месте будет уже потоньше, где, например, растет водоросли, где проходит сильное течение. В ходе рейда буквально за полчаса было зафиксировано около 10 несанкционированных выездов на лед. И все водители говорят, что знаки видели, но так удобнее или быстрее проехать. Все как есть, оформляем, останавливаем. Пока никто такого, чтобы не было. Ну, есть одна машина, две останавливаются, разворачиваются, уезжают в другую сторону. Ну, я думаю, сейчас мы как бы сделаем профилактику, думаю, что больше, наверное, ездить не будут. Ну, в целом, все вот так вот. Всех остановленных ждет штраф до пяти тысяч рублей. А стоила ли экономия нескольких минут в пути этого? Весьма сомнительно. Такие регулярные межведомственные рейды будут продолжены и не только по этому маршруту. Между тем, инспекторы сообщают, что с сегодняшнего дня открылась ледовая переправа «Кангаласы-Сотинцы» с ограничением до 10 тонн. А на переправе «Хатасы-Павлоск» тоннаж поднят до 30 тонн. Виталий Абрамов, Андрей Асикритов, НВК Саха, Якутск. Для проверки объектов культуры и образования на соответствие пожарной безопасности в Аймеконе командировали госинспектора из Ленска. Отделения надзорной деятельности и профилактики пожаров в Аймеконском районе есть, но нет ни одного инспектора. Аймеконский район сегодня – это семь населенных пунктов на 92 тысячах квадратных километрах площади. На данной территории при наличии отделения надзорной деятельности и профилактической работы нет ни одного государственного инспектора по пожарному надзору. Виктория Апарина на период командировки, исполняющая обязанности главного госинспектора района по пожарному надзору, за две недели командировки провела проверки готовности объектов культуры и образовательных учреждений, задействованных в проведении новогодних мероприятий по соответствию требованиям пожарной безопасности. Инспектор побывала на объектах в поселке Уснера, в селе Тамтор, Аймекон, Харатуму, Берек-Юрде, Сарденох. Провела проверки по ранее выданным предписаниям об устранении нарушений требований пожарной безопасности, посмотрела порядок и действия персонала в период учебной тренировки по эвакуации. В настоящее время комиссионно проводятся проверки соблюдения требований пожарной безопасности на объектах защиты, которые задействованы при проведении новогодних мероприятий. Объекты, которые соответствуют нормам и требованиям пожарной безопасности, им будут вручены соответствующие акты готовности. Хочется заметить, что госинспектор, работающий в районе на постоянной основе, занимался бы проверками объектов защиты и расследованием пожаров, проводил бы плановую работу, не позволяющую на местах расслабиться и отложить исполнение предписаний в долгий ящик. Светлана Пацунева, Павел Комин, Ольга Саха, Уснера. Интерактивными досками, развивающими играми и специальным оборудованием пополнились классы Республиканской школы-интерната для глухих. С их помощью ученики начальной школы не только получают знания, но и легче проходят специализацию в обществе. Сведения в ФГО с большей времени стали уделять коррекционным и дополнительным занятиям. С этого учебного года в интернате также запустили программу «Музыка для всех». И старшеклассники уже могут похвастаться первыми успехами. Всего у нас в школе обучается 92, в том числе дошкольная группа шестеро детей. Но специфика наша такова, что для глухих обучающихся нормы СанПена не более шести детей в классе. Интерактивная система, то есть все программное обеспечение и дидактические материалы, они представлены именно в электронной форме. Мы продолжаем рассказывать о людях, увлеченных своей профессией. В Вилюйском Улусе жительница успешно владеет собственным производством одежды. С подробностями мои коллеги. Около семи лет назад Лидия вместе с мамой шили для нее пальто. Именно это и вдохновило молодую предпринимательницу заниматься производством одежды и аксессуаров. Изначально Лидия вместе с мамой придумывали и создавали одежду для ее знакомых. Но позже зародилась идея начать свое собственное производство одежды под брендом «Аламай». Я, значит, придумывала это все. Мама как бы главный реализатор. После этого я подумала, надо учиться. Вышло так, что я поехала в Москву, обучилась. И сейчас спокойно любая вещь и моделирование, и конструирование – это все под силу нам. Однажды Лидия со своей подругой Надеждой во время занятий спортом поймали очень интересную мысль. И с лета этого года в перечне производимой продукции предприятия прибавилась так называемая детская линия под названием «Аламай Китс». Хотелось что-то новое. Например, сейчас девочки любят очень единорогов. И мы сделали таких вот единорогов. В нашей коллекции очень много всего. От сумок для игрушек, вигвамов, одеял, подушек. Если Лидия раньше производила свою линию одежду только в Илюйском улусе, то сейчас она вышла на республиканский рынок. И теперь каждая модница может приобрести от бренда «Аламай» эксклюзивные вещи, подходящие для себя. За этот год мы сделали две коллекции. К лету мы сделали трикотаж. Там спортивный стиль, в основном это бомберы, это вот такие комбинезоны. И к Новому году мы запустили уже еще одну коллекцию. Она вся в золоте. Эта золотистая коллекция, она посвящена Новому году. Настоящий предприниматель мечтает сделать идеальный продукт. В этом и амбиция, и эго, и жажда славы. Лидия же мечтает делать идеальную одежду. Одежду высокого кроя и качества, наполненную смыслами и обрежащую время. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь с нами.